Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Недавно мне пришлось насчитать ролик, он называется там, Лестовка и четкий, что лучше. Вы можете избрать для себя, что лучше молиться. А теперь поклону по Святой Библии. Это больше относится уже к еретикам, сектантам. Они не кланяются, руки лодочкой сложил, глаза закрыл. А молитвы-то, если ты не знаешь святых, широко-то не разгонишься. А молитва-то стандартная. Вот считают, у них в молитве дома приходишь, я хожу год, второе молитвы одни и те же. То есть полеты высокие, но непонятные, простые молитвы. Я стал по Библии смотреть. Слово поклоны по Святой Библии встречается. Ну, это такое, примерно 270 раз. И я хочу сейчас прочитать это. Что надо кланяться. Баптисты нам говорят, а зачем вы кланяете? А вот Лестовка, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. А старообрядцы как кланяются? Вот так вот. Вот так. Поклониться так, чтобы рука могла пол достать. Колени не подгибать. На молитве стоять, колени вообще не подгибать. Это уже святые отцы говорят, как жараль на болоте. Две ноги ровно должны стоять, как у Мавзолея Ленина стоят. А мы у живого Христа. И вот здесь поклон. Мы говорим, надо кланяться. А зачем кланяться? Это я верующий, не положено. Я взял отдельное место. Это не все. Я ко всем еретикам, сектантам говорю. Смотрите. Матфея 8, 2. И вот подошел прокаженный, кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь очистить. Кланяя есть. Покажите, как он кланялся. До земли он падал ли. Или как? Но кланялся. Евреи стоят, у них вот так вот. Это вот поклон стоял. У стены плаща. Вот это вот. У старобрядцев крестятся вот так примерно. Это самое большое. А попы и так не крестятся. Вот сюда вот. Патриарх крестится, вот сюда руку под мышку куда-то толкает. И так президент сейчас крестится. Это неправильно. Лоб как два перста или три, это как ты умеешь, так и делай. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного и поклониться. Руку не опускать, но проверься. А потом руку можешь так говорить. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это поклон. Дальше. Матфея 9, 18. Когда он говорил себе, подошел к нему некоторый начальник и кланяясь ему говорил. Матфея 15, 25. И подойдя, кланялась ему. 18, 26. Это раб пал. И кланяясь ему говорил. Пал. Это до земли поклоны. Государь, потерпи на мне. И никого это не смущало. То есть это было общепринято. Приступили к нему пять сыновей. Мать сыновей Завидеевых. И кланяясь, чего-то прося у него. Яна 4, 22. Вы не знаете, чему кланяетесь. А мы знаем, чему кланяемся. И во спасение от иудеев. Христос говорит. Мы, иудеи, знаем, чему кланяемся. То есть перед Богом. Поэтому наши поклоны оправданы Писанием. А мы спросим, а почему вы сектанты не кланяетесь? Почему руки не поднимаете? Когда на всяком месте мужи, чтобы поднимали руки без гнева и сомнения. Старобряться не заставишь так поднимать. А первые христиане молились, распостившись крестообразно в подобающем месте. На земле. Стояли вот так. Это же тя святые, говорит. Жены и девы все молились. Крестообразно. Дальше. Второе ездры. 9, 47. И весь народ возносил Аминьи, подняв вверху руки. И припав на землю, поклонились Господу. Какой поклон? Земной. Все земной. Я не выдумываю. Иудеи в 5, 8. И уклонились от пути предков своих. А начали поклоняться Богу неба. Богу, которого они познали. Иудеи 6, 18. Тогда народ пал, поклонился Богу и вызвал. Как? Земные поклоны. Сектанты ни одного поклона не сделали. Вы Библии держите в руках. С вас просто больше, чем со старобрядцев. Иудеи 10, 8. Да даст тебе благодать Бог. Она поклонилась Богу. Поклонилась. Не просто сказала, я Бога признаю. Иудеи 13, 17. Весь народ чрезвычайно изумился. Пали. Поклонились Богу. Весь народ падал, как у этих, у мусульман. Но не у сектантов. Иритики нет. Поклонился. Лицом на земле не на колени встало. Поклонился. Поклон это голова обязательно вниз. Так, пришли в Иерусалим. Иудеи в 16, 18. Они поклонились Богу. То есть, как мы видели, земной поклон. Послание Иеремии. Берегитесь, чтобы не кланяться ложным. Оно же тебе должно поклоняться владыка. Ясно, земные поклоны. Сирахов, 51, 19. Ну, видимо, 50-е. Вместе спешил падать лицом на землю, чтобы поклониться Господу. Лицом на землю. Повторял поклонение, чтобы принять благословение Всевышнего. 23 стих. Поклонов. 220. 14. Это причал. 50 мест. Еще дополнительное. Бытие 18, 2. Возбел очист. Вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им отхода в шатер и поклонился до земли. Специально показывают. Поэтому у нас до земли. Поклонился. И пришлите два ангела, 19, 1. Лот увидел, встал, чтобы встретить. Поклонился лицом до земли. Безде, лицом до земли. Даже не надо. Земной поклон. Он стоял прямо, а теперь поклонился. Матфея 2, 8. Сказал, пойдите тщательно, разведайте, чтобы мне поклониться. То есть даже Ирод как бы хотел поклониться. Матфея 2, 11. Матфея 4, 9. 4, 10. Богу поклоняйся и ему одному служить. 14, 33. 28, 9. Когда же шли они возвестить усинникам его, все Иисус встречался их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги и поклонились ему. Как он? Ну, земной поклон, поклонились. Так, 28. У них поклонились ему, а иные усомнились. Прибежав, поклонился. Марка 5, 6. Лука 24, 52. Поклонился. Иоанн 4, 20. Отцы наши поклонялись на этой горе. То есть и самаряне поклонялись. А вы говорите, место, где должно поклоняться. То есть без поклонов вообще молитвы не было. Мы, вы, во множественном числе. Иисус говорит, и поверь, ими наступает время, когда они на горе Осенья и Иерусалиме будут поклоняться. И будут. Ну, представьте себе, у баптистов молитвенного собрания Маловозовская, 3 в Москве. И поклонились будут. К чему ради? На колени встать бывает. А поклониться нет. Да все до одного. Настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе Истине. И вот таких поклонников. То есть поклон земной, но в Духе Истине. Вот так, а ухватились только за это, чтобы не кланяться. Животы мешают. Я специально показал такие места, где о телесном не говорится, а о духовном. Иоанн 6, 4, 24. Бог есть Дух, и поклоняющийся ему должны поклоняться в Духе и Истине. То есть апостолы, все поклонялись не в Истине, разве, не в Духе. И написано, поклонился, верую Господи, поклонился Ему. Иоанна 9, 38. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые ели на поклонение. Деяние 7, 43, чтобы поклониться так, злым там духом. 8, 27. Деяние 10, 25. Корнили встретил, поклонился, пал к ногам его. Это в Новом Завете уже. Так он язычник. Не осуждается за это. Я пришел в Иерусалим для поклонения. Деяние 24, 11, 33, 21, 22. Тут поклонялись твари. Тайное сердце обнаруживается. И падет Ниц. Это в Новом уже, Первое Коринфянам. Падет Ниц. Поклонится Богу. То есть скажет, истинно, с вами Бог. Вот. Стихтан там прямо говорит, это в Новом Завете. Так в духе истине поклонится-то. Еще первородного. И говорит, да поклонятся все ангелы. Ангелы кланяются Ему. Евреям 1, 6. Евреям 11, 21. Откровение 3, 9. Он говорит, я сделаю что из сатанинского сборища. Бог говорит. Который говорит о себе, что они иудеи, но не суть таковы. Ангелы кланяются. Я сделаю, тебе придут и поклонятся перед ногами твоими. Это Бог заставляет. В вечности. Христос. Откровение уже заканчивается. Жизнь. И познает, что я возлюбил тебя. А пока этого нет, значит не познал и не возлюбил. Вы перед Богом молитесь. 24 старца падают перед сидящими на престоле. Падают. Не просто поклоняются. 4, 10. Откровение 5, 14. 4 животные и 24 старца пали, поклонились. Все ангелы стояли вокруг престола. И опять пали перед престолом. Да на трасть трость ему измерить поклоняющихся. А не поклоняющихся там нет. Пали на лица свои. 11, 16. Говорил он громким голосом. Убойтесь Бога и воздайте ему славу. Ему наступил сейчас. И поклонитесь сотворившему небо и землю. Как только так? Поклонитесь до земли. 15, 4. Кто не убоится? Все народы придут и поклонятся перед тобою. Открылись суды твои. И опять пали и поклонились ему. Откровение 19, 4. 12, 10. Я пал к ногам его, чтобы поклониться. Но он сказал, не делай этого. То есть он поклонился ангелу, думая, что это Христос. И Откровение 22, 9. Сказал, смотри, не делай сего. Ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги Ессея. Богу поклонись. Богу поклонись. Я говорю о поклонах. У нас поклоны Богу. И перед человеком. Сыны пророческие поклонились Елисею. Мать зашла к Соломону и поклонилась до земли. Никто не осудил. И мы поэтому кланяемся, считая молитвы. Я сказал о поклонах. То есть они все оправданы. И молиться нужно, конечно, по четкам. А лестовка, она ничего не означает. Только висящая. Отдельно от человека она включает все, что о ней написано. По ней молиться невозможно вот так. Да еще своими словами. Прямое повеление. Молитесь. Открывайте свои желания перед Богом. Все на этом. Богу слава.